Сегодня были объявлены лучшие экспортеры Кыргызстана. Церемония награждения прошла при участии премьер-министра Мухаммед Калыя Аблагазиева. Всего наградой были отмечены 25 компаний из Кыргызстана, работающие в различных экономических секторах, таких как швейная отрасль, строительная и ювелирная промышленности и другие. Конкурс проводится с целью наградить компании, которые внесли вклад в экономику страны и привлечь внимание к компаниям, которые стимулируют инвестиции и поднимают экспорт на новый уровень. Экспорт продукции является важной сферой экономики любой страны. И не зря в Кыргызстане поощряют компании, которые активно продвигают свою продукцию за рубеж. Так мероприятие посетил премьер-министр Мухаммед Калыя Аблагазиев. Он отметил, что необходимо повысить в этом году уровень экспорта до 2 миллиардов долларов, а внешнеторговый оборот до 7 миллиардов долларов США. По его словам, по итогам 2018 года сумма экспорта составила более полутора миллиарда долларов, а внешнеторговый оборот – 6 миллиардов 7 миллионов долларов. На первом месте по экспорту стоит золото из Кумтора, которое уходит в Великобританию. На втором месте – легкая промышленность. На третьем – сельское хозяйство. У нас много возможностей для экспорта. Со стороны правительства также многое делается. Что нужно для экспорта? В первую очередь, облегченное налоговое обложение и финансирование. По налогообложению Кыргызстан стоит на первом месте среди стран Центральной Азии. По финансированию мы работаем с Российско-Кыргызским фондом развития по поддержке сельского хозяйства. Лучший экспортер Кыргызской республики – это ежегодный конкурс, на котором поощряются компании, привнесшие свой вклад в экономику страны за счет экспорта отечественной продукции. Награждение проходит с целью поощрить компании, которые привнесли вклад в экономику страны, и привлечь внимание к компаниям, которые стимулируют инвестиции и поднимают экспорт на новый уровень, а также способствуют развитию экспортно-ориентированных производственных и перерабатывающих предприятий. Если говорить о структуре экспортеров, экспортных товаров, то это уже исходит из структуры нашей экономики, то есть это, естественно, продукты агропереработки, это продукты легкой промышленности, тяжелой промышленности, текстильной промышленности, частично присутствует экспорт услуг из сферы информационных технологий. И мы ожидаем, что именно поддержка правительства, проведение таких мероприятий создаст условия для появления новых направлений и экспорта новых направлений. Всего наградами были отмечены 25 компаний, работающие в различных экономических секторах, таких как швейная отрасль, строительная и ювелирная промышленности и другие. Так Маданбек Караев занимается экспортом грецких орехов вот уже 17 лет. Изначально предприниматель покупал орехи у населения, а сейчас проводит свои посадки и старается создавать продукцию по европейским стандартам. Грецкий орех, сами знаете, это наш кыргызский бренд, и бренд считается это астамбабские грецкие орехи, это реликтовые леса, то, что у нас существует давно, много лет. И мы, исходя из этого, хотели заняться этим продуктом, и мы начали экспортировать эту продукцию изначально в Иран, в Турцию, в Ирак. Продукция имеет спрос, поэтому до настоящего времени, 17 лет, мы занимаемся этим продуктом, экспортируем этот продукт во многие страны. На церемонии награждения премьер-министр отметил, что ветеринарный контроль для Кыргызстана в ЕС снят. Теперь мясную продукцию можно без препятствий возить в страны ЕС. Абулгазиев также отметил, что в 2018 году экспорт страны увеличился на 5%. На такое же количество сократился импорт. Премьер-министр добавил, что в Кыргызстане будут созданы банки для поддержки экспортеров. Также Абулгазиев рассказал, что для поддержки экспорта правительством выделяется 10 миллионов сомов для текстильной отрасли, которые будут выдаваться в виде кредитов под 8%. Алина Хайдаршина, Бактыбек Мамацаев, Пирамида.